Приветствуем, братья и сестры! Слава Богу за этот вечер! Сегодня перед вечерей мы и перед вечерей мы всегда читаем и Слово Божие. Я тоже хотел вместе с вами порассуждать над местами, некоторыми местами из Нового Завета. Прежде всего, я хотел спросить вас. У вас есть друзья? Вы сами себе отвечаете. Вы имели друзей? Интересный вопрос. Есть друзья и имели друзей, да? Разочаровывали ли вас когда-нибудь друзья? И еще один вопрос. Когда-нибудь вы предавали своих друзей? Знаете, Евангелие от Иоанна в 15 главе 14 стихом написано «Вы, друзья мои, если исполняете все то, что я заповедовал вам». Иисус называет друзьями своих учеников, которых Он избрал. Ну, вообще, слово «друг», да, это что-то, когда мы учились в школе, это было такое ценное, святое что-то. Иметь друга. Много песен об этом пелись вот в нашей юности. Если ты имеешь друга, там прочее, знаете, вот авторитет друга, ну, ставили на высоте, часто вот друзья разочаровывали нас. Может быть, сейчас некоторые не имеют друзей. Я вспоминаю, когда я был молодым, у меня было тоже три друга. Если алматинцы здесь есть, это они знают Витя Дорофеев и Саша Голь. Вот мы как-то всегда вместе были. Витю избрали на служение пастора в небольшой церкви, когда мы жили еще в Алма-Ате. Александр сейчас несет служение казначея на том побережье в Калифорнии и ведет вроде разборы тоже. Так нечасто, но иногда встречаемся мы. Друзья. Знаете, вот Христос сказал, что вы друзья мои. Смотрите, как Он поднял нас, людей грешных, что говорит, вы друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Знаете, в Библии есть такие места, где говорится тоже о дружбе. Знаете, когда мы читаем первую книгу Царств, 18 глава, я думаю, наверное, я когда читаю это место, оно всегда как-то дорого для меня, оно как-то, ну, такие чувства возбуждают хорошие. Это в первой книге Царств, 18 глава, когда первый стих окончил Давид разговор с Саулом, и написано, душа Иенофана, она прилепилась к душе его, и полюбил его Иенофан, как свою душу. Смотрите, как это высоко сказано, да? Иенофан полюбил Давида, как свою душу, он подарил ему из своего вооружения, знаете, они с ним общались, он написано, что укреплял его упованием на Господа, и когда прошло время, когда погиб Иенофан, в последнем бою вместе с отцом своим, и с братьями своими, что мы читаем это во второй книге Царств, в первой главе, что он плакал о нем, он сильно скорбел, что говорил, что любовь твоя для меня была превыше любви женской. Так он ценил, оценил эту дружбу. И действительно, это очень ценно, когда люди имеют вот такого друга, и они очень дорожили этой дружбой. И у Христа много было таких моментов, когда он тоже, помните, вот когда вот читаешь вот 26 главу, на этой неделе я читал вот эту главу, она, ну, особенно вот прежде, как сказать, пасхальные, как дни уже осталось, то уже до Пасхи нам две недели, чуть больше, и когда читаешь вот эту главу, она как-то, ну, наполняет твое сердце как-то благоговением перед Господом, то, что он совершил, когда вот читаешь, вот Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Предан будет на распятие. Дальше совещаются книжники-перосвященники, чтобы предать Господа Иисуса. в последние дни его женщина мажет миром, знаете, вот все перед Гефсиманией, последняя вечеря, в Гефсимании они молятся вместе, и потом предательство. Знаете, казалось бы, Сын Божий, Он испытал тоже, как сказать, предательство. У Него были друзья, Он всех их назвал, сам избирал, ночь молился перед этим, и пройдет немного времени, мы читаем, когда читаешь Псалом, 40-й, 10-й стих написано, «Даже человек мирный со Мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня питу». Это интересно, что это пророческое место, которое говорит, что Господь Иисус, Он будет предан своим одним из близких друзей, которым Он общался вместе, проводил много времени в молитвах, в учении, или вот еще, когда читаешь еще один Псалом, 54-й, 13-м стихом там написано, «Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Смотрите, ну, это как друг, вместе общались, ходили в Дом Божий. Смотрите, это тоже пророческое место, что говорится, что друзья предают. Смотрите, и в Доме Божьем были, разделяли беседы, знаете, и друзья, как и о Христе, это все о Христе говорится, что его предадут. Это так и произошло в жизни Иисуса Христа. Это исполнилось, когда читаем Матфея, 10-я глава, 4-м стихом, перечисляются всех учеников, которых он избрал, и написано, что про Иуду. Иуда Искариот, который и предал его. Иуда. Искариот, это он, по всей видимости, это был город в Иудее. Я думаю, что это как раз этот Иуда был из этого города. Он тоже был из этого города. И поэтому Господь, когда мы читаем, Ему также доверил. О Нем много мест написано, но не больше, чем о других учениках. Единственное, что Господь отмечает и евангелист Иоанн, что он еще был и казначей, ящик у него был, куда опускали деньги. И он носил этот ящик с собой. И знаете, все исполнилось. Оказывается, и друзья предают. Интересно, что эти места, они за много лет были написаны, и они исполнились именно вот в этой главе. В этой главе очень много мест пророческих, которые исполнились в жизни Иисуса Христа, что он предаст его. Знаете, я думаю, что вы, наверное, слышали, в Риме был такой один император, я только боюсь, если не ошибаюсь, это Юлий Цезарь, если не ошибаюсь, который уценовил одного молодого человека, но когда пройдет время, он станет большим, и ему, этому императору, приснился сон очень страшный, его приглашали в сенат, он не хотел туда идти, и это сон такой нехороший, но все-таки потом уговорили, и он пришел, и в этот день, в этот день его все сенаторы убьют, и он, когда увидел своего усыновленного сына, то он заплакал, и назвал его по имени, говорит, и ты с ними, и заплакал, и тут его убьют, знаете, этот человек, который столько вложил, столько сделал для него, и он убьет его, как все остальные, я думаю, наверное, самое то, что было, ну, больнее из всего для этого человека, Цезаря. Знаете, когда читаем тот момент, когда Иуда пришел в Гефсиманию, и мы читаем 26 глава, 49 стих, и тот час, подойдя к Иисусу, сказал «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Иисус знал, для чего он пришел, а он ему задает вопрос, «Для чего ты пришел?» Вот какая бы ваша была реакция, когда вас предают, что бы вы сказали тому вашему другу, который предал вас, может быть, какую-то брань или нехорошие слова? Иисус говорит, «Друг, для чего ты сюда пришел?» если этот человек Цезарь расплакался, у него больше не хватило никаких сил, а Иисус называет его, он не исключает его из своих друзей, говорит, оставляя что ли шанс, «Друг, для чего ты пришел на это место, где мы много проводили времени вместе?» Написано «Все знали это место, они часто проводили там время». И как раз в этой главе описывается, что когда Иисусу было очень тяжело, Он попросил, когда они пришли в этот сад гефсиманский, Он попросил троих своих близких самых друзей, чтобы могли молиться с Ним. И когда Иисус молился, написано, что его пот были как капли крови. Когда возвращался к ученикам, они спали. Как можно назвать? Ну, может быть, я бы не сказал, что это предательство, что они спали. Просто они не могли понять ничего, когда Иисус томился. И буквально Слово Божие еще говорит о том, братья и сестры, что этот близкий друг Иуда Искарион, что он продаст его, продаст его, как пророк Захария пишет в 11 главе 12 стихом, и скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Это пророческое опять же слово об Иуде, который предаст его за 30 серебряников. Помните, да, когда в Ветхом Завете Долида предала Самсона, знаете, когда пришли вот эти вот все начальники и просили, чтобы выведать в чем сила его, и она согласилась, написано, что они уговаривали ее, и написано, что дали 1100 каждый, а сколько их там было, 1100 вот этих вот серебряных монет. Иуда продал за 30, Иосиф был продан за 20 серебряников. Ну, наверное, в жизни много таких моментов, когда друзей предавали, и много таких моментов, потому что люди, они грешные, и они часто предают, и поэтому я спросил «Предавали вас когда-нибудь друзья?» Когда потом, может быть, вы не могли спать и плакали, как они могли? Как они, ну, почему они так сделали? Господа продали за 30 серебряников, и поэтому Слово Божие и сбылось, написано, что когда он пришел к книжникам, пересвященникам, мы читаем 26-я глава 15-м стихом, предложили ему 30 серебряников, и он действительно получил эти 30 серебряников, когда они узнали, Иоанн описывает, что они очень обрадовались такому счастью, что теперь они могут взять Иисуса, Иуда сделает все, чтобы он был отдан в их руки, и тогда они же боялись, потому что Пасха, много народу, и он сделал так, когда никого с ним не было, с Иисусом, были только три друга, которые только что проснулись, Иисус их разбудил, и уже Иуда шел с факелами, он продал за 30 серебряников, интересно, что Слово Божие говорит и не только об этих 30 серебряниках, но что и брошены они будут, когда Иуда узнал, что Иисус осужден на смерть, он пришел к пересвященникам, я просто не хочу читать об этом, и написано, что он бросил эти серебряники, так и Слово Божие к Захарии, когда мы читаем, смотрите, как сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высока цена, какую они оценили меня, и взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господен для горшечника. И когда читаешь, оно действительно все исполняется в Слове Божьем. Матфея 27 глава 5 стихом написаны такие слова. И бросив серебряники в храме в храме он вышел. Все исполняется, как вот было Слово Божие предсказано. Интересно, что вот за столько лет, за сотни лет было предсказано это пророчество, и оно не говорится, что его предадут за золотые какие-то монеты, только за 30 серебряников, и это все исполнилось. Почему Иуда сразу согласился? Вроде такая цена, когда как-то у нас молодежь как-то пела, что это цена раба, что его предали за цену раба. Такая низкая цена, а потому что так было сказано в Слове Божьем. Интересно, что об Юде сказано, что он сын погибели. Господь всех сохранил, кроме сына погибели. это все исполнилось в жизни, и что друзья его оставили. В Гефсиване они все поразбежались, и тот друг Петр, который клялся, божился в своей дружбе Петру, что никогда он не отречется, никогда. Я иногда своим сыновьям говорил, никогда не говорите это, один против другого, я бы никогда это не сделаю. Я говорю, никогда не говорите, потому что у вас может в жизни получиться еще хуже. Нет, никогда, знаете, получается все наоборот. Сколько раз было, когда у них именно то и получалось. Никогда не нужно произносить таких слов вслух, чтобы не получилось обратное. И написано, что Петр в эту ночь он отрекся три раза от Господа, который клялся и божился. И когда придет время, когда Иисус воскреснет, братья и сестры, что он скажет, пойдите, скажите Петру. Вот только Господь так один мог, тот, который предал, отрекся от него. И Господь говорит, пойдите, скажите Петру, чтобы он тоже был в Галилее, потому что он сильно плакал, когда отрекся перед служанкой, так испугался, но когда встретился взглядом и со Христом, ему было очень больно Петру, и он написано, горько заплакал. Слава Богу, братья и сестры, что Иисус хранит дружбу. Он не оставил своих учеников, когда все оставили, бросили его, он как возрождал вновь в них веру. Слава Богу, что Господь никогда никого не предавал. Нету такого, братья и сестры, даже такого человека, как Захей, которого ненавидели все, или мытарей, а Господь, он пришел к нему в дом, он принес ему спасение. Господь ценит дружбу, если мы исполняем его заповеди. И даже тогда, когда мы отречемся, Господь всегда идет навстречу к нам, чтобы встреча вот эта произошла, как с Петром, сказать, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Братья и сестры, а мы в своей жизни когда-то предавали Христа, когда-то отрекались от Христа, тоже подумайте, братья и сестры. Слава Богу, что Господь называет Иуду здесь в этой главе 26 стих. И тот час подойдя к Иисусу сказал ему радуйся, Рави и поцеловал его. Иисус сказал ему друг, для чего ты пришел? Он называл его другом. И поэтому когда он увидел, что Господа осудили, он написано, что повесился. Хотя об этом Слово Божие говорит, лучше бы тому человеку не родиться. Но слава Богу, что у Господа не было отрицательного такого, он назвал его другом. Поэтому благодарность Богу, что у нас есть Господь Иисус, который любит нас, и тех, которые отреклись, он всегда дает шанс, он принимает. И поэтому я благодарен Богу, что у нас есть Господь, и Он называет нас своими друзьями. И сейчас в заключении нашего собрания я хотел пригласить вас помолиться, что Господь у нас действительно самый лучший друг, который понимает нас, сочувствует нам и проявляет милость к нам. Да будет имя Господа благословенно. Аминь. Помолимся.